Девушки отдыхают Пастор 18-19 встретился Помню один пастор говорил Что был помощник у него И когда они готовились к служению Помощник сказал У тебя ничего не получится Никто сюда не придет И когда они сделали служение И пришли 2-3 человека И прошло еще какое-то время Золонь Они вместе сделали лавочки И сделали их очень много И помощник ему сказал Нет смысла делать лавочки Все равно никто сюда не придет И это манцинский статус Как он нам лапс по Литве И пастор рассказывал Какой у него хороший был помощник И сегодня я хочу поговорить Очень важно как ты видишь И что ты видишь И это действительно очень важно Мы как христиане Очень хорошо понимаем Что мы не можем смотреть На вещи Только физическими глазами Надо смотреть так же и духовными Если они открыты Если они вообще есть Если мы с летом Скажем только физическими глазами Если мы будем смотреть на вещи Только физическими глазами Тогда у нас ничего не получится Я хочу сегодня поговорить Я хочу сегодня поговорить Пеменять Напомнить Потому что когда наша молитва Наша жизнь останавливается Мы становимся нечувствительными Второстепенные вещи Становятся первостепенными А первостепенными Которые в духе Они уходят на задний план И есть такое чувство Что ты становишься слепой Мы так как мы Того маким прежде Как будто бы Не знаю как это сказать Как будто туман Туман перед глазами И как тази вещи Которые ты видишь Те вещи Которые ты выраженно видел Служение Призвание Все что угодно Оно все уходит Как будто на второй план Оно тебя негде затрагивает Не цепляет Оно где-то в стороне И ты про себя думаешь Но только что ж было Ну 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 деклу Ну горел У пепешечес нет А вдруг нет У вопрос Кас измейнилась Что ты менялась Если мы смотрим Когда Бог Если он говорит слово Твою жизнь Твою служение Он его не меняет Месяц Месяц назад Ты получил слово Горела Какой-то вещь Прошел месяц Прошел месяц Два Тебе кажется Это не очень актуально Это не очень актуально Ну Наверное Бог мне показывает Что это не для меня Наверное Мне куда-то Другой место надо Или надо что-то другое Делать И вот эти мысли Тебе кажется Что это от Бога Но Бог словами не бросается Но Бог словами не бросается У Бога нет такого Что один день он говорит одно А на другой день он говорит другое Если мы смотрим через Библию Мне очень нравится Деяние апостолов Первая глава В начале было слово И слово было у Бога И слово было у Бога И все через него начало быть Что начало быть Если Бог дает слово Какое-то вещь Это не означает Что на второй день Все будет работать Это означает Что оно тебя закалит Оно проверит тебя через обстоятельства Насколько ты будешь верен Когда тебе хочется это делать Насколько ты будешь верен Когда тебе хочется это делать И вообще делать с ней Потому что Бог проверяет Он написал Он написал Он написал Он написал Он написал Что было пророчество Про Иисуса Что было В той же время И это было В то время Когда надеемся Эдама Тот, кто будет разрушать голову змеи. А змея кусает его в пятку. Это пророчество было тогда? А Иисус когда пришел? А сколько поколений пришло? Исайя говорит, что он умрет за наши грехи. Во времена Исайи он не пришел? Во времена Еремия он тоже не пришел? Дахария тоже права? Дахария заклеили родину, когда Иисус родился. До тех пор, пока он вырос, 33 года прошло. Там можно было сто раз полеткнуться, что это пророчество было не от Бога. Потому что оно начало действовать только тогда, когда на Иисусе Духа сошел. 33 года. 18 лет назад. 18 лет назад. Не знаю, как там, в тех странах. 25 лет. Ну ладно. 25 лет. Да, тут же есть Мессия. Да. Отец знает, что он Мессия. А вот он ничего не дарит. А ты чего ничего не делаешь? А ты забыл свое призвание, что ли? Забыл свое призвание, что ли? Когда Бог ставит что-то делать? По щас апамам ты изкатываешь, как и Жанну. Я хочу показать, как Алексей сказал. Алексей говорит. Петемь в Иисус. У вас есть. У вас есть. У нас 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 есть. Ну ладно, я говорю, что он не Мессия. Но это не означает, что он не мессия, а это не означает, что он не вырастет, ну, 5 лет ему, скорей по цели нокрит, сасит целый, бежал по дороге, упал, разбил колено, все, что рождается от Бога, побеждает мир, и это победа есть наша вера, на что ты смотришь, может быть, сегодня ты видишь Иисуса, и он маленький, как вырастет, как вырастет, как вырастет, что ты делаешь, что ты плохой делаешь, Бог вырастет, Бог вырастет, Бог поднимет, и Господь показал, что Ромешием 8 глава, 1 стиха, И так нет никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе от своего поднимет меня от закона греха и смерти. Если было во Христе, то нет никакого осуждения, осуждения, те, которые во Христе, те, которые живут во Христе, они живут по-другому иначе, чем люди этого мира, к сожалению, те, кто во Христе, может быть, это хорошо, но у них понимание другое. Потому что закон духа жизни во Христе, освободил тебя от греха, никогда то освободит, но уже сейчас освободил. А то, что грех в твоей жизни еще действует, это означает, что это слово в тебе не живет, потому что только слово может тебя освободить, ты не можешь удержаться, ты не можешь по грехе принять решение не грешить, но от корня греха тебя на усвятой освободить. Помазание придет, и это уйдет, и Бог тебя освободит. А что Иисус говорит? Кого сына освободит, тот действительно будет свободен. Да, да. Кристос. Кто такой Христос? Деву Варцю Христос. Слово есть Христос. Святая из горшек тебя отбривалась и переплодится. Дух Святой тебя освободит и наполнит. Поэтому очень важно понять. Библию надо читать. Библию надо читать. Деву Варцю Христос на голову. Слово нужно учить на индустрии. Могу сам по себе сказать. Весь по те большие мальти крестьяшим. Вообще заблуждение о христианах. Поехал в библейскую школу. Что-то попало в память от того, что проповедовали. Но ты через это учение не идешь. Варду ты не лазишь. Варду ты не читаешь. Варду ты не оплечен. Не провозглашаешь. Постоянной молитвенной жизни у тебя нет. И что происходит. Ты живешь от фраз. Которые ты запомнил на каком-то служении. Или еще где-нибудь. Но в личной жизни практики нет. Результат ноль. Почему люди падают? Нет постоянства. И это проблема. И это проблема. Не только. Я даже слышу, что некоторые по сторонам тоже проблема. Лена горит. Медленно распускаются. Огонь становится меньше. И начинают логически объяснять, почему нет огня. Чтобы перед людьми хорошо выглядеть. Но нам не важно ходить перед людьми. Нам важно ходить перед Богом. Гореть. И мне нравится восьмая глава четвертая стиха. Лай ликума тайснеба тикту припилдить Мусос, что мы не делаем в смезе, но гарам. Чтобы оправдание закона исполнилось нас, живущим не по плоти, но по духу. Помните, что Господь говорил. Он не пришел отменить закон, но исполнить. Это означает, что мы тоже можем исполнять. Почему? Написано 5 стихе. Потому что меса человек течит петь меса литами, но гара человек петь гара литами. И по живущим по плоти, а плоти помышляют. А живущие по духу, а духовно. Меса текста вед нобой. Помышление плоти и суть смерти. Но гара текста у земли и мир. А помышление духовно, жизнь и мир. Помышление духовно. В другом месте написано, что нам надо постоянно молиться. Духам. Можно постоянно, но постоянно не получится. Но и по плоти. Время от времени. Угти с горы. Это к жизни. Почему я говорю о постоянной молитве? Висы от гласимы. Прекущие личные откровения, которые для меня судьбоносны. Я всех их получила молитвы в духе. Когда я молился в своей дайной комнате. Лукшан-Камбарии, я передзываю бескарину Деву. В тайной комнате я пережил прикосновение Бога. Нечего от слова Божьего, что написано в Библии. Если ты в духе не получишь откровения. Ты не поймешь суть. Ты не поймешь суть. Ты будешь видеть только то, что перед носом. Потому что только Деву гарс, который отверт дзилюм. Потому что только Деву Божьи открывают глубину. Он открывает глубину. Гарум, обстум и плотум. Посадут, долгатут и шаратут. Только Деву гарс полида тихо, только Деву помогает освободиться от делу плоти. Только Божьи дуги помогают освободиться от делу плоти. Смотрите, 7-й пандай, это очень скайсно написано. И все из моих стихии написано. Потому что плотские помышления суть вражда против Бога. Та не повозит Деву Божьей, или Деву ликмам. Ибо законы Божьи не покоряются, да и не могут. Потому что они этого не могут. Что это означает? Что это означает? Это означает, что плотской человек, который не на молитвах, который не знает Слово Божье, не читает его, просто не в слове. Он не может услышать истину Божью. Он просто не может. И не человек виноват в этой сути. Он просто не может. Потому что плотские люди не могут угодить Богу. Это написано в 8-м стихе. Они не могут угодить. Это означает, что бы ты ни думал. Если у тебя нет молитвенной жизни. Если ты не читаешь Слово. Если ты не идешь. Если ты не идешь. В это направление, куда Бог тебя поставил. Или направление церкви спасать погибшие. Все, что тебе сказал Бог в твоей жизни. Что тебе нужно делать. Ты не делаешь этого, а делаешь другого. Ты не можешь угодить Богу. И если Слово говорит, что ты не можешь угодить. Это означает, что ты ему не угодишь. И ты думаешь, что он тебе поможет. Тогда помни. Если у тебя какой-то человек. Ну, например. Он тебе не нравится в какой-то сфере. Я вчера слышал такую версию. Ну, тут у меня какой-то конфликт с человеком. Вот какой-то конфликт получился между людьми. У тебя все в порядке, но ты больше с этим человеком ничего не хочешь. Ну, если ты не нравишься. Если ты кому-то не нравишься. Если ты кому-то не нравишься. Этот человек не будет хотеть больше ничего общего с тобой. А если ты не нравишься Богу. То Бог тоже с этим человеком ничего общего не хочет. Почему? Потому что меса. Потому что плоть. Она враждует против Бога. Меса их человек не затвор то, кто на горе. Он не понимает того, кто от духа. У него интересует только своя позиция, свое я. И это серьезно. Но девятый стих говорит. Но вы не по плоте, а по духу. Если только дух Божий живет в вас. Если кто духа Христова не имеет. То ты не его. Если у тебя нет духа Христа. Ты не принадлежишь Богу. Ты можешь думать, что ты принадлежишь. Но ты не принадлежишь. Но ты не принадлежишь. Может быть ты раньше был с Божьим духом в месте. Может быть ты где-то потерял по дороге. Я хочу тебе сказать, дорогой друг. Он может найти его. И если ты найти отношения с Богом. Бог моментально тебя поставит обратно. Тебе прощение придет ко всем. Дух тебя обновит. Может быть на другой день будешь плакать перед Богом. И скажешь, Господь пойду все равно, куда ты меня поведешь. Потому что когда приходит Дух Божий в твою жизнь. Он делает мягкое сердце в тебе. Ты можешь стоять и плакать перед Богом. Ты можешь наполниться Духом Святым. Без моря по колено. Ты готов идти куда угодно. Чтобы только не потерять Его. Потерять легко. А получить обратно сложнее. Но это можно. Скажите. Но если Христус в твою жизнь, то есть мир и греха, то есть мир и греха. Но если Христус в вас, то ты вернулся для греха. Но Духа живет для праведности. Как это происходит? Когда Дух Христа тебя наполнил, ты не хочешь грешить. Ты охраняешь Бога. Чтобы Он от тебя не ушел. Я знаю, как это у меня. Мы живем, как все люди. Куда ты торопишься? Что ты делаешь? Ты встречаешь с Богом с Ним. Когда ты опоздал. Пришел на второй день. И чувствуешь, что больше нет. Никто. И когда ты внутри собираешься. И говоришь, Господи, ну прости меня. Но у меня так получилось. На другой день. Он зима обвиняет деликавку. И где-то глубоко под сознанием. Придет или не придет? Придет или не придет? Придет или не придет? И когда ты чувствуешь, что Он приходит, думаешь, слава Богу. Нам нужно строить отношения с Богом. Чем больше ты будешь наполниться Духом святым, тем светлее будет твой взгляд. Чем больше ты будешь видеть, куда тебе идти. Сейчас ты не послушаешься Бога? Когда ты не слушаешься Бога? Темнее. Тебе взглядит все темнее и темнее. Лилójский пергет у прахта. Давление сильнее на разум. Ты без кара видишь полноценную энерогу. При духу тебя видишь полноценную другую картину. Ты видишь все прочее. У тебя видишь с другими красками. У это это ручей диаболы. Как добавить тебя, с тобой облила, Погадать все другом свете. А с самого начала, когда я начал церковь, у меня это было очень навязчиво. Ноленц Деву гарзу. Приходит Дух Святой. Погадать церковь. Погадать церковь. Я буквально летал домой. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я не могу сказать. Я рассказал всем. Погадать. Что нужно строить церковь? Ну, я думаю так. Ну, примерно, может быть, такая. Ты весь таки... Пара, пара, паруса. Ты на таких парусах, что кажется, что единственная церковь, которую нужно строить, это вот эта церковь. Потому что на всей земле не нужно строить церковь. Какое чувство? Поехали тридцать дни. Поехали три дня. Парус. Парус. У не какой-то сейвот. У не какой-то чувствитель. У не какой-то. У не чего. У меня сейвот. У меня так сейвот не было. Я помню, я так с утра сижу. Ну, как раз, мне ликалась, а? У меня по канала. У меня текущая ситуация, которую я увидел пару дней назад. У нас сейчас. У меня у вас все равно это ситуация, которую я видел пару дней назад? У меня. У меня. У меня. У меня уже сейвот, ну, ну, это уже дрожь с Латвией. Я увидела, что она уезжает в церкви в Латвию. Ну, как ты ипрешно как-то делаешь? Что ты еще особенным делаешь? Тот как, на доме все-таки говори. Потом начали приходить мысли разные в голову. Да, как ты? Ты не ведешь нам? Ну, никому нету. Ну, может быть, я вам могу пойти другую какую-то церковь служить. Необязательно строить своим. Угу, тогда я тебе один издалю. Что я про все один издалю? У маянная гаража так думает. И так думаем медленно. Я пограду вас так думает. Да, починился этой мысли. У петь недели, что там не может быть. Через неделю уже думал. Ну, не может быть этого. У пограду мэнезис. Прошу месяц. У меня была липтинка, когда я галю по тем каплимам из мая. Это было очень поносно, что я шел через эту кладбище домой. У меня еще верится. Ну, так реально, что дальше некуда. Я пришел домой. У меня позвонил человек. У меня позвонил человек. Незнакомый. Который говорит, что мне надо начинать строить церковь. У меня петь там только запрати. Я потом только понял. И по чинит им своей жизни. У каждую году опрекинал. И какой-то год провозглашать. У всем говорится. Который этот язык может приехать. Пока это слово не вошло в меня, и укрепилось, утвердилось сердце, и сейчас у меня есть позиция, которая уже у меня внутри, она больше у меня не в разуме, что он мне дал, что мне нужно делать, и несмотря ни на какие мысли, и чтобы не было, чтобы не говорили. Я знаю, куда мне надо идти, потому что когда слово приходит от Бога, это все равно, когда тебе от Бога приносят печенье, и ты ее не ставишь на стол и не смотришь на нее, ты просто ее съедаешь, тут пепел, где я заработал, тут пепел, где я заработал. Ты наполняешься, вкусно, и так же со словом, если ты получил любое служение, тебе надо все отставить в сторону, и слово в себя принять. Ты наполняешь в сторону, и ты читаешь, и ты читаешь, и ты видишь, и ты слушаешь, и ты говоришь, и ты говоришь, И ты читаешь, как это происходит, как это происходит, это не происходит так быстро, но мы несем, мы логатем Богу, чтобы Бог нам написал Клавиен, Ты мог играть на клавиане, на пианино. Я думаю, что ты не так, кто-нибудь придет. Super-пупер клавишник. Который как не шлит играть. Мы тебя лагерем. Так как в Украине. Бог прислывает человеку, который тебе надо обрезаться. Чтобы ты его чувствовал с одного взгляда. Так это происходит. Чтобы он выучился. И ты так долго с ним работаешь. Пока ты его не видишь по глазам. То, что он думает. У нас свой лексикон между нами. И все понимают. И кому-то не нравится, как я иногда что-то говорю. Но у нас есть свои лексиконы. Мы уже два года об этом говорим. И мы знаем суть этого слова. Но мне приятно, что кто-то будет. Очень скоро. Здесь будет дегитальная клавишка. Очень скоро. Очень скоро. Дегитальная клавишка. Скоро будешь играть еще лучше. Очень скоро это будет. Уже есть первые шаги. Павишник. Лене гаража уже густается. Уже синтезатор уже медленно двигается. Это не синтезатор. Что вы делаете? Пианино. 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 Дегитальная. Какой-то. Она уже шелится. Она уже принюхивает твой запах. Сейчас будет. Это слава Богу. Он. Уже, как раз. Мы ждём. Нравится. Нравится. upрестатор. Одиннадцатипuche. Бога. Одиннадцатьп сторону. Он. Он как иисус. Майль. Он так. Гарск, что, через гиезу. Тигит����. Он как иисус. Это гидроли. Он так. Он так. На самом деле. Он как иисус. Он так. Мерсклик. От циму. Придерánt. Иисус живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых живет и ваше смертное тело Духом Своим, живущим в вас. Если ты будешь молиться в Духе, ты будешь постоянным. Ты возрастешь в Боге. Бог тебе покажет такие вещи, которые ты раньше не видел. И даже если тебе кажется, что ты что-то видел, то Слово говорит, что глаз не видел и что уха не слышала. Вот это он приготовил для своих детей. Ты увидишь гораздо больше новых вещей через Дух, не через правду, не через физические глаза. Через душ. Через дух. Та пейс, дивиз, что Он гасс. Потому что Бог и дух. А весь, кто велief. Ешь, что ты будешь горок, они вам покажут. Пел siglo, кара и сбледенность. Гара истина. Гара и сбледенность. Духа истина. Не по бодонцам. Не по-номортикам. Не по-носященам. Не по-носященам. Не тихо, как мне кажется. Не тихо, как я думала. Не тихо, как я думала. Кого я думала. Какова она умеет. Но у нас не лезь, как она лезь. Но нам не нужна твоя опыта. Тебе нужно святой грешей. Нам нужна Дух Святоис День. Нам нужна слово в силе. Ли святой греша ты отгарши. Чтобы Дух Святоис День ходил. У это все приходит молитвей. Слово Твукунгс. Четвертий панс. Четвертий си. Ведь все, кои вадят Деву греши, Ир Деву бирни. И все вадимые Духом Божьим, Сути Сыны Божьи. Только те Сыны Божьи. Ко вада Деву гарз? Который ведет Дух Божий. Я тебе не вада Деву гарз? Я за тебя не ведет Дух Божий. Который гарз тебе ведет? Который Дух тебя ведет? Что он тебе показывает? А что ты смотришь? Где твой взгляд? Это важно. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 15. 18%. 19. 22. 21. 22. 22. 22. 22. 23. 22. 24. 23. 23. Я не знаю, куда я иду. Я не знаю, что произойдет. Какой Тебя Дух ты можешь не знать? Божий Дух – тот, кто наполняет нас. Он – тот, кто открывает, куда ты идешь. Ищи в Духе. Дух Святой тебе все откроет. Он тебе покажет. Твое призвание покажет. Покажет, куда тебе надо идти. Это очень важно. Вот, например, прославление Татьяны. Она начала молиться в Духе. И ей открывается гораздо больше вещей. Что было в самом начале. И что сейчас. Чем глубже в Духе. Чем глубже в Духе. Тем больше, постепеннее показывает тебе Бог и путь. Я помню, какое-то время назад. Мне Дух Святой сказали, что готовь лидеров. Я говорю, что кто-то лидер? Я смотрю, какие лидеры? Что у нас тут за лидеры? Готовь учение лидерам. Я подумала, что почему? У нас нет времени. Ну, я подумала, зачем? У нас еще не время. Так есть, когда человек думает, что своими глазами он видит лучше. Он из-за того палает гора. И я так пропустил это. Ну, я не начал готовить. Я думала, что еще молоко надо давать. Если смотреть сегодня. Если бы я тогда приготовил. Мне бы сегодня этого делать не надо было. А теперь мне надо работать с этим каждый день. Потому что у нас есть люди, которые уже выросли. И которым надо идти дальше. А мне нечего дать. А я еще не готова. А я еще не готова. Мне нужно работать с этим. Мне нужно работать с этим. Утром проповедовать. Потому что сейчас это время. У меня сейчас это время. Я понимаю, как. Готовь. Можи живы, можи мать. Честное слово. Я живи, я кучусь. Девы отверт по тактиям кабалиниям. Как тебе открывает немного? У меня открывает полную аину. Потому что эта аина, как она носит из-за. Потому что эта картина меня бы, наверное, на месте убила. Если бы я убью все, что нужно делать. И Девы, он мудрый. Он постепенно. Потом приготовь то. Потом то. Потом то. И когда это все будет выполнено. Если ты будешь слушать это. То общая картина, когда ты ее увидишь. Как я смотрю на других пасторов? Я думаю, как они все это успевают? Там они лидеры мать. Там у них лидерские. Там библейские. Там телевизия. Там телевизия. Там такое. Там такое. Там такое. Там такое. Мать. Я спрашиваю, что ты вообще спишь? Он мне сказал. Он мне это сказал. Я помню, как мне полтора года назад. Господи говорил, готовь по руководитерам. По руководитерам, да. Готово. Мать. Готово. Вечения. Я так понимаю. Какие лидеры? Это означает, что я не могу смотреть вперед и дальше. Я хочу сегодня тебе сказать. Не смотри на свое движение, не говори, что я тут вообще. Что я там. Посмотри вперед. Аптеста. Развивай свое видение. Например, когда Татьяна пришла, ничего не было, тумбы, микрофона не было, ничего не было. И мы стали смотреть в этом направлении. Я вам честно скажу, тогда увидеть дигитальную клавишнику? Ну, пьянина. Я не знаю, тумбис, когда я пьянусь. Мы саугаем. От веры веру. От силы силы. От славы славы. Правильно? Так происходит. Так происходит с твоей услуги. Как происходит с твоей услуги. Сад с мазами. Начни с малого. И будь там верным. Бог тебя поднимет. Так, братья. Мы не должны жить по плоти, чтобы жить по плоти. Если живете по плоти, то умрете. Но, если вы таки живете дымом, то живете? Но, если говорить по плоти, то живете? Да. Мне нравится такая involved. Мне нравится эта песня. Если мы живем вместе с мислами, то мы должны жить по плоти. Есть-то, мы можем покорить. Нет, мы умрём. Не умрём. Если нет, мы умрём. По плоти мы загриняем, когда ты умрёшь. Но здесь не идет речь о физическом мире. Здесь речь идет о нашим ветхом человеке. Если мы будем жить мышлением ветхого человека, так как я раньше жил, ты умрёшь, тебе не будет успехов, тебе ничего не будет получаться. Тебе будет такая цель, я хочу что-то делать, но не получается. Я хочу так и так, но не понимаю, почему это не получается. Потому что это по плоти, по ветхому человеку. Это не получается. Слово говорить. Потому что я думаю, что если вы отдали из Гавы месяц, если вы отдали из Гавы месяц, то это сделает. А если Духом уничтожаете дела плотские, то живы будете? Что это означает? Это означает, что тебе в молитве надо получить ответ, что тебе нужно делать сейчас от Духа. Они не страдают. Они от разума, где ты что можешь сделать, это не работает. А с Богом по-другому. А на Бога все получаем молитвы. Служение прославления рождается в Духе. Служение домашней группы рождается в Духе. Служение домашней группы рождается в Духе. Служение домашней группы рождается в Духе. Спасение людей, что мы молимся, дай людей. Нам нужно, чтобы они родились в Духе. Есть молитва дать людей. Но есть одна фундаментальная молитва. Например, есть 100 слов, ты молитесь каждый день, кто дает людей, кто дает людей. Дай людей, дай людей, Господь. И, если у вас нет, то нет. Но будет одна молитва. Куда ты дземдейся, то человеку. Ты ее изгаргси из Духа. Ты так савильт. Ты изкликси ее. Ты будешь выкрикивать тебя. Ты будешь тази зелен, где у вас нет, что-то будет выходить. У Духа. Духа. Он придет у тебя. Да? Да. И так не троих диреков, поможешься, кроме людей, петци, петци, петци. Нет? Вот такие люди за людьми. Да. И так, как ты их дземдейс, гарав. Есть такой термин, гараверной дземдой. Я бы хотел, чтобы вы все дземдейсли. Гарав. Это другие лукшины. Человек со стороны. Несупряты такие лукшины. И после того, как ты получишь эту лукшину. Как ты получишь эту лукшину? Тебе обманывается бизнес. Тебе обманывается славянцы. Тебе, как ты будешь мая группа и лидер? Как ты думаешь, что домашняя группа и лидер? Тебе. Деву варда «ракстит». Я думаю, что мы первым днем подъем. Когда я плечу, как дземдейт. Тебе. Когда я плечу, как рождающий. Да. Это очень важно. Это очень важно. Каждому лидеру нужно рождать духи. И это и есть четвертое измерение. Как мы говорим. Лай ты педземляешь горой. А ты родил духи. Тебе, брат, я был поглядан Деву варда. Тебе твой разум должен быть подчинен словам. Ветхий человек. Ветхий человек. Старое мышление. На крест. Никакого нет. Ничего не подходит. Деву варда «звену голову». Слово нужно знать наизусть. Молитвы постоянные. Каждое утро. Не потому, что надо помолитвы, потому что слово время будет установлено. А потому, что я хочу от Бога что-то получить. И тогда человек на молитву бежит быстрее. Он ждет утром. И он в каждый день, который 5-10 дней. Потому, что он знает, что когда он родит, сила придет на него. Серьезно. Он шин летом. И эти вещи. Мы все здесь. Нам уже всем надо было быть готовыми. И мы могли бы это принести. Думаю, что это стало спонтанно от нас. Работу я в атеатрах. Наверное, об этом надо было раньше говорить. Наверное, мы что-то забыли. Или что-то оставили. Потому, что если мы по плоти живем, нам нужно умереть. А то, что идет, мы умрем. У неизвестенцы. Поговорите. А с нашим знаниям. Нашим думанием. А с нашим думанием. Нашим мишленком. Нашим воображением. О все, что мы учились, что живем в Египте. по нашему эго, по нашему эго, по нашему эго, по нашему двеселизму, по нашему душевности. Если мы так живем, мы умрем, мы ничего не получим от Бога. Но если духом умир, живяются дела плотские, что это означает? Мы провозглашаем слово Божье, мы отбрасываем старое мышление, мы принимаем слово в духе, в свое сердце, чтобы мы могли освободиться со своей отверженности. От комплексов неполноценности, чтобы мы могли полностью понять, что мы здесь поставлены, чтобы управлять, хотя бы в своей жизни, чтобы ты можешь стоять до конца, чтобы благословить на делах твоих рук, чтобы у тебя все получится, несмотря на то, в какой стране, как ты живешь? Так же и в Латвии. Так же и в Латвии. Тебе все получится. Ты идиот человеческий. Ты Божий человек. Тебе на начале ходит к духам. Ты очень важный. Ты живешь. 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 Если мы Божьи детям, тогда и Его наследники. Божьи наследники и наследники Христа. Если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Если мы наследники, то твоя позиция должна быть другая. Ты не исполни, ни кем не делись. Ты полноценный. Ты ист полноценный. Ты ист полноценный. Ты ист полноценный. Если ты так делаешь. Я не могу израдить тебя. Ты не хочешь, чтобы тебя где-то видели. Это волна иди игорь. Это всеми дьяволами. Которые посиним тебя. Мазвер типский комплекс. Комплекс неполноценный. И все остальное. А ты аргументируешь. Что тебе нечего тебя выставлять. Как-то так. Это волна. Это от дьявола. Это не означает, что нужно пальцем в воздух. Такой крутой христианин. Позиция. Твоя позиция. Кто-то во христе. Твоя позиция. И сегодня Господь хочет сказать. Что Он хочет тебя поднять. Если ты хочешь читать Его Слово. Принимешь Его в свое сердце. Будешь развивать видение, которое тебе Бог дал. Будешь на молитвах. Бог тебя поднимет. И очень быстро. Мы живем в последние времена. Это произойдет быстро. Бог готов излиться на тебя. Уже давно был готов. 20 лет назад был готов. Открой сердце. И Он тебя поднимет. И Он тебя поднимет. Посмотрите. Ваши. 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 Паша. Без там аль таки гарс нанет полига мосе. не спеши, потому что мы не знаем, как мы будем лыдать, но даже гарс будет лыдать нам безварно. Так же, дуга, ты любляешь нас, не мальчик, как должна, но сам дуга датыстуют за нас, под дыханием и неизучно. Так ты не знаешь, как лыдать. Когда ты знаешь, как лыдать? Друг, лыдь неизучно. Друг, лыдь неизучно. Святая гарса тебе нанит полига. Дух Святой придет тебе на помощь. Но следующий, испытывающий же сердце, знает, какая мысль у Духа. Потому что он ходатайствует за святых по воле Божьей. Он ходатайствует за тебя. Он знает, что Дух хочет. Тебе в любой сфере может быть победа. Тогда, когда ты на молитвах. Я хочу сказать по любви молиться. Это твой источник победы. Тебе Дух все скажет. Что тебе нужно делать. Что тебе нужно делать. Тогда тебе нужно идти. Спроси у Него. Он хочет тебе помочь. У него нет такого греха, который Бог не может покрыть. Как мы смажем греха. Он моментально присутствует. Это может быть две минуты времени. У пяти минуты. У пяти минуты. У нас есть кто-то. Пяти минуты. Мы переживаем, что любви Богу, приписавшись за Его избавление. Мы все будет по благоду. Наше падение нам ко благу, победы нам ко благу, но победы сами по себе, все нам содействует ко благу. И слава Богу за опыт в духе, в молитве ты получишь победу. Я хочу тебя представить, начни свою молитвенную жизнь, к чему это не относилось? Или ты в прямом эфире, или ты на месте, начни свою молитвенную жизнь, Дух Святой, сделай с тобой определенные вещи. В сердце, в душе, в теле. Одну вещь, которую нам надо знать. Нам нужно оставить плоской образ жизни. И уходить в душе. Водительство духом. Потому что, если мы пойдем в душе, мы будем жить. Мы живем в душе. Мы живем в душе. Мы живем в душе, по старому опыту. Это внутренний человек. Это внутренний человек. И у нас ничего не получится. У нас ничего не получится. У Девы, если он горит. У Бога надо идти вместе в духе. Тогда Бог тебя вывезти. Тогда Бог тебя вывезти. А по-другому нет. Такое слово сегодня. И мне это самому очень важно. Он любит Своей. Очень важно. У меня самое любимое служение тогда. Когда ты проповедуешь Слово. Ты понимаешь, что это для тебя. Говори сам себе. Это фантастически. Я помню, как он однажды говорил. У меня первый раз так было. Я говорила Слово. Он чувствовал меня. Именно за меня. У тебя создается такой разговор. И ты думаешь, что лучше так не говорим. Потому что самому приходит проверки сразу. Не успел поговорить. Как с утра хочется подольше поспать. Ну, можно предложить молитву. Ну, так сказать. Сликти ютвы. Ну, так. А, внутри. Хорошо, хорошо, Господи. Я хочу вас вдохновить. Ответы от Бога вы получите в духе. Через молитву. И Бог также отвечает через обстоятельства. Но через молитву. Без молитвы нет ничего. Еще одно место писания. Слово Квенцы. У вас нету. Потому что вы не просите, не молитесь. Если у тебя чего-то нету. Если у тебя чего-то не хватает. Посмотрите, сколько ты молился в этом вопросе. И еще одно место. Когда ты получаешь слово от Бога. Это слово сразу не попадает сердцем. Он сразу не попадает. Он у тебя сразу не входит. А потом оно медлено. Он уходит. Что тебе нужно делать? Ты должен брать слово. Я не хочу, не могу и медленные трубы. Надо начинать его повторять. Я думаю об этом. Я про злодеевство принято. Буты. Зелен. Он я еду. И чтобы оно начало жить. Я еду. Надо его погрузить. Насадить. Он тот ударит пац. И ты сам это делаешь. Тогда, когда ты этого не хочешь. Он такой, когда он живет. И только тогда, когда он живет. Он живет, он живет же. Он живет. Он живет. Он живет, он живет. Он живет и его темно. Когда он живет внутри. Тогда, когда он живет в свете, Он живет. Он его открывает. Он расширяет. Да. Ты ехал много, без всех логов. И это hangет на голем together. Он his проводит. Он приходит из духа, из твоего ужаса. Он только вспышал. И ты только успеваешь записывать. И потом ты кому-то рассказываешь, кому ты говоришь? И он спрашивает, откуда это у тебя? Как був ты у матино бедный, который только селит в поле по столовой? Когда женщина в положении? У ребенка. Он не будет износиться от девять месяцев. Чтобы его не выносить девять месяцев. Что происходит, когда он на втором месяце выпадает? Создать спонтанное аборти. Поехали. Бедет абортирует абсолюмсу на Деву. Девы тебе идиот. А ты по ней не страдаешь. Результатом он уходит. Ну, мне это больше ни о чем не говорится. Страдать по этому. Работать с этим? Девы порадят. Показывай. Шесть, где я тебе лету. А что теперь здесь использую? Страдать по этому. Работать с этим? Пиловернись. Совершенно. Матись. Учись. Ласи. Читай. Говори. Пастись. У тебя это отверстие. Летову. Пиловерни тебе. Пиловерни тебе. Пиловерни тебе. Пиловерни тебе. Пиловерни тебе. Аминь. 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 Слава Деву. Слава Деву. Слава Деву. Слава Деву.